5 лет гарантии Эээ, нет, просто 5 лет Да-да, именно столько прошло с последней золотой лицензии в Gran Turismo 2 Возможно, вы еще помните, что последней была лицензия класса B Перерыв случился, конечно, огромный, но тем не менее, сегодня мы продолжим А значит, на очереди лицензия класса A Все в той же Gran Turismo 2 Итак, приветствую вас, дорогие интернет-зрители С вами, как всегда, Скудер и канал Ни Слово Об Играх Ну что же, рассаживайтесь на главной трибуне Вам достались места в первом ряду Битва с секундами продолжается Перед вами прохождение лицензии класса A на золото Гаснут огни Стартуем! И первое задание лицензии класса A Это давно всем знакомое Разгон торможения Разгоняемся, только единственное отличие от многих вариаций, которые уже были этого задания Это то, что здесь стартуем мы с 200 км в час Ну, основная, в общем-то, трудность этого задания, как и всегда, это найти правильную точку торможения Тормозить строго по прямой, не елозить здесь, не трогать руль совсем В общем-то, особо не смотрите на мое прохождение Я больше для эффективности, для красоты, так скажем, момента Использовал занос Второе задание Это, в принципе, опять же, вариации на тему разгон торможения Но здесь сложность его в том, что торможение будет происходить в повороте То есть тут уже надо машину держать, она будет срываться у вас в занос Скоростной поворот левый, да Ну, здесь, насколько я вот понял, у меня было несколько попыток Все-таки вот этот занос и разворот, он все-таки помогает Я много экспериментировал, и лично мне такой способ легче, и он у меня получается быстрее Ну, как это будет у вас? Экспериментируйте все в ваших руках, пожалуйста В принципе, золото получено На очереди третье задание в этой лицензии Оно проходится на Integri Type R Ну, и это впервые поворот в этой лицензии И далось оно мне очень сложно Так как я проходил это дело все 5 лет назад Я толком не помню, сколько попыток у меня это отняло Но, видите, всего на одну тысячную побито задание Все-таки золото есть золото Проходил я на механической коробке передач это задание На ней его пройти все-таки гораздо легче То есть, когда я переключился на механику, у меня хотя бы результаты стали очень близки к золоту Вот, а так, да, далось очень и очень сложно Четвертое задание Это у нас такой же поворот, что и в предыдущем задании Только машина теперь заднеприводная Это Toyota Alteza, как вы видите И это задание, как ни странно, тоже вызвало у меня большие затруднения Тоже проходил его на механике Потому что на автомате у меня результаты были где-то в районе десятой, даже полутора от золота А вот с механикой именно результаты становятся вплотную к золоту Только надо уже идеально пройти поворот Ну, в общем, пишите, как у вас вызвали ли затруднения вот эти задания с этим поворотом Потому что у меня оба они причинили мне боль Пятое задание у нас опять на интегре И здесь игра уже таки считает, что мы готовы к серьезным испытаниям И убирает траекторию Это задание точно, опять же, не помню, но далось легко Вот почему-то левые повороты даются легче Может быть, потому что траекторию убрали Не знаю, какой-то психологический барьер снят Но гораздо легче здесь все прошло И сдал я достаточно просто Опять же, на механике Чередование продолжается И в шестом задании у нас тот же левый поворот Только теперь на машине Алтеза, опять же таки И здесь, в принципе, тоже мне далось это достаточно просто Плюс в этой лицензии будет три задания здесь Которые я сдал вот буквально несколько дней назад И это одно из них Вот, даже видите, картинка чуть-чуть поменялась Теперь она 4 на 3 Сам же поворот Проходим по классической траектории Широкая, узкая, снова широкая На максимально возможной скорости Сдал я это задание тоже на механической коробке передач В седьмом задании у нас меняется машина Ну и, собственно, немножко усложняется сама трасса Теперь нам нужно пройти Эску Машина Митсубиши ГТО Ну и так как задание усложнилось Игра нам опять чертит траекторию Ну, на самом деле, это задание Проще даже, наверное, чем предыдущее Потому что так как оно длиннее Отрезок этот и есть целых два поворота То больше возможностей и чтобы отыграться И какие-то разные траектории попробовать здесь В конце концов, это Эска Перетекающая одна в другую Поэтому траектории разные возможны И это задание далось мне достаточно легко Сдал я его на автомате Кажется Вот, так что пробуйте, экспериментируйте В восьмом задании нам дают Тойоту Супру И ту же связку поворотов Чтобы мы прочувствовали разницу Между полноприводной машиной Которой была ГТО И заднеприводной мощной машиной Супра РЗ И, в принципе, на Супре Мне далось это задание еще проще То есть я потратил там Что-то в районе, наверное, пяти попыток Вот, так что Для меня вот именно Эска Не вызвала никаких сложностей На любой машине Вот, прошел это задание Тоже на автомате Вот, автоматическая коробка передач Здесь, в принципе, неплохо себя ведет В девятом задании Мы возвращаемся к Митсубиши ГТО И снова связка поворотов Шиканно Но сейчас под 90 градусов И эта связка гораздо интереснее Предыдущей, на мой взгляд Здесь для успеха Вам обязательно нужно Резать углы Прям на грани фола Сейчас вот на повторе будет видно Не бойтесь ошибок Не бойтесь того, что вам напишут фейл Режьте прям вот Тютелька в тютельку Иначе у вас не получится Сдать это задание Если вы будете аккуратненько там Проезжать по поребрикам Нужно очень глубоко Резать оба поворота Проходил на автомате Десятое Оно же последнее задание Та же самая Шикана Но теперь на Супре РЗ Надо кстати сказать Что это и предыдущее задание Тоже сдавал вот совсем недавно Видно в принципе по картинке Советы те же самые Абсолютно Режем повороты Насколько это возможно Но эта машина Стремится у вас сорваться в занос Поэтому контролируем ее Немножко наверное проще на ней поворачивать Больше она поддается Контроль Режем углы Проходим на автомате И будет успех Ну вот и все Как два пальца Всего-то пять лет И лицензия пройдена На золото Нам пишут что получена Новая призовая машина Обязательно сохраняемся Ну и осталось посмотреть Что там за чудо такое дивное Нам дали за эту лицензию Вот они красивые Десять кубков Куча сожженных нервов Пять лет жизни Но тоже вы не думайте Что это пять лет Из-за того что проблемы были У меня именно со сдачей этой лицензии Просто я забросил Это дело на пять лет А то будете там Всякое думать Смотрим значит Заходим в гараж И что же мы получаем Это да Это Dodge Концепт кар Хорошо нам знакомый Мы его уже получали В первой части Гран-туризма За лицензию Б Здесь же ее вот Дают за лицензию Класса А Это в принципе тот же самый Автомобиль Ну и давайте Произведем Небольшую Обкатку Этой тачки Ну и подведем Некие Итоги Тестировал я этот Концепт кар В стоковом состоянии Абсолютно ничего в нем Не меняя И не настраивая И знаете что Машина мне понравилась У нее хороший баланс Ее почти не срывает За нос При том что у нее Отличная поворачиваемость Но это достигнуто Скорее всего За счет Такого длинного носа И укороченной Задней части У машины есть Небольшая склонность Уходить в срыв На выходе из поворотов Но это легко Контролируемый процесс Кто-то скажет Что у нее маловато Мощности Возможно Но тогда появилась бы Проблема с контролем машины При нажатии на газ И мы получили бы Американскую копию Жопа разрывного Лотуса Лайз А так мы имеем Хорошо сбалансированную Машину Которой приятно Управлять И если учесть Что эту машину Можно получить За одну из начальных Лицензий То на старте игры Мы получаем Очень неплохую тачку Для прохождения Начальных чемпионатов Вот собственно Такой получилась Моя история С лицензией Класса А На золото Длиной в 5 лет Пишите в комментариях Легко ли вам далась Данная лицензия Какие-то ее Отдельные задания И вообще Брали ли вы В ней золото А я на этом С вами прощаюсь Делитесь этим И не только Этим видосом С другими Подписывайтесь на канал Жми колоколь И начеркай комментарий Топил тапку В полскудер С канала Ни слова об играх Всем пока И увидимся В следующих видео Еще через Через 5 5 10 5 4 5 Тьфу ты лет